Привет, друзья! Сейчас вы узнаете минимальные требования для выбора планшета. Почему то или другое надо выбирать аккуратно. Первое, что вам надо обратить внимание... Да, первое, никогда не покупайте эксклюзивные товары. Всё это я вам расскажу, сейчас покажу, как немножечко сориентироваться. Первые ориентиры, что вам надо смотреть на планшете. Первое, это USB разъёмы. Конечно же, тут большинство в эксклюзивных товарах, это на 20-й год или 19-й, я уже не помню. Asus Transformer Book T100 Чио был... Ну, короче, крутой суперовый товар. Они все трансформеры, конечно, идут... Почему трансформеры? Потому что слаживаются, разваживаются. Вот так вот всё устройство оставляется, примагничивается и сразу же работает. Bluetooth-ковая авиатура, которая, конечно же, частенько западает. Вот так вот он выглядит. Ну, модель, конечно, Asus вообще хорошая, но это неудачно попалось. Из-за чего? Из-за того, что поработал буквально у меня месяц-полтора и мне пришлось менять микро-USB разъём. Как вы понимаете, модель эксклюзивная. Вот он. Здесь один микро-USB разъём. Раз. На что вам надо обратить внимание. И всё. Второго нет. Он идёт и на зарядное устройство, и так же на всё остальное. Второй порт тут идёт USB 3.0. Вот он. Вот этот. Ну, он идёт... Вот этот слот под сим-карточку. Ну, вы под него не зарядитесь. Только, то бишь, вы мышку можете подсоединить. И то, по-моему, не подсоединяется. Уже не помню. Ну, или флешку. И ещё один порт. Это у нас HDMI. Кто не знает, что такое HDMI, это проводная система. Вот такая проводная система. И вам нужен переходник. В общем, на всё вам надо переходник. В этот USB порт переходник. В первый USB 2.0 или USB 3.0, какой там будет по новым моделям. Вам вставлять. Который вы быстро расшатаете. И вам придётся его менять. Вот я оставил в сумке. Забыл, вот так он расшатался. Мне пришлось менять. Я... Как раз в времена тогда были короны. И мне пришлось 3 месяца. Потом ещё 3 месяца. Я ждал, пока мне пришёл только micro USB. И мне его поменяли. В общем, проработал он месяц. И слёг. Всё. Грубо говоря, я им месяц только попользовался. Вот такая неудача. И мне один человек хорошо сказал, что никогда не покупай эксклюзивные товары. А сходи лучше в мастерскую и узнай, какие товары лёгкие в ремонте. И узнай все причины, которые могут быть при поломках. Чтобы не долго ремонтироваться, если поломался. Возьмите это всё во внимание. Ну, а мы поедем сейчас дальше. Так, micro USB. Конечно же, в других моделях идёт уже по два. Они уже поняли свою ошибку. Эта модель быстро слегла. И всё. С этим вы уяснили. Обратите внимание на HDMI. Вам по-любому надо будет. Если вы хотите подсоединить к телевизору свой планшет. Потому что передача всегда, вы знаете, всегда лагает, как говорится. Вот я передаю передачу по Bluetooth. Дали, пошёл там на телевизор. Оно зависает. Раз подключается через мирокрин или мирокаст, и оно зависает. Конечно же, попутно вам надо будет, я уже сказал, переходники один. Переходники два. Да, micro USB. Первый переходник. И второй для HDMI провода. Вот такой вот он идёт. Сейчас я его сниму. И, я же говорю, всё расшат. Он расшатает. Конечно, провод этот чуть-чуть неудачный. Сейчас уже другие провода. Вот такие вот. Вам надо будет для HDMI. И тоже такой же переходник, чтобы вставить в планшет. Тогда вы можете подключать его к телевизору. Ну и как бы отлично. Я пробовал. Работало. Всё. Всё хорошо. Третье. Конечно, вам надо будет провод USB 3.0. Подключать. Переходник. Вот такого образца вы покупаете его. И подсоединяете. Вот так он просто вставляется. В общем, вот такая волокитка будет, конечно же, если вы всё-таки решитесь. Но знаете все вот эти проблемки. Вот так вот он вставляется. Ну и потом вы уже тут подсоединяете. Тут папа у меня выход. Подсоединяйте уже, что вам надо там. USB и так далее. Конечно же, мышка тоже у нас. Я мышку брал для него. По Bluetooth тоже зависает. Получается, надо, опять же, вы поняли, подсоединять вот этот порт. Вот он внутри. И вставлять, опять же, в этот переходничок маленький microUSB, чтобы подключить мышку. Тогда она хорошо работает. Иначе и Bluetooth всё равно подвисает. Система неудосконалная. Ну и по проводам и переходникам вроде бы всё. На клавиатуре тут, понятно, заряжается отдельно. По клавиатуре ничего. Не могу сказать. Доси работает, всё хорошо. Заряжается. Аккумулятор держит хорошо. Так же самое здесь держал на планшете аккумулятор хорошо. Ну вот слёг он. Что-то с ним случилось. Больше я его не делаю. Не буду такие модели покупать, где одну USB просто вообще не рассматриваю. Ну, именно microUSB, потому что USB тут вообще не предусмотрено. А в основном задумка, конечно, суперова. Он настолько мне нужен был, что я за него, не задумываясь, отвалил деньги на то время. С этим мы разобрались. Теперь про операционки. Ну, конечно, операционная система Windows, то, что обновление. Как это происходит? Вы встаёте утром, бежите по делам. Включаете плашет самим собой. Вы его с собой взяли. И у вас хоть и выставлено лимитное подключение, чтобы не обновлялся. Он берёт и обновляется. Ему пофиг Microsoft. И здесь Windows домашняя стояла. И мы первый раз столкнулись, что её невозможно отключить вообще. То бишь, ты её отключаешь на несколько дней, а она всё равно включается. Утром ты только встал, у тебя бас, пошли обновления. Бас, пошли обновления и всё. У вас, ты подоехал за час, он обновляется. Обновление бывает 2-3 часа, а то и больше. В общем, батарея просто убивается. Вы нервничаете. Вот и все плюсы Microsoft. Ну, а по-хорошему, конечно, Windows нам всегда нужен. Более другая система, она дороже стоит. Понимаете, начинается уже от 100 тысяч. Это в пределах 4-5 тысяч долларов. Другую систему хорошую брать. Apple или ещё что-то там. В общем, если вы не миллионер, то остаётся, конечно же, терпеть Microsoft. Либо же, конечно же, Android. Но на Android не всё есть. Android отлично работает беспроблемно на Android. Планшеты, вот вечный планшет, и DOSI работает. Я уже не знаю, сколько ему лет, вот ещё первый. И он DOSI работает, включается, всё в порядке, понимаете. Проблем нет. Ну, уже устаревший, он валяется на память. Так что, как я, конечно же, хочется мне Windows, но боюсь покупать. Буду всё равно брать Android. Потому что железа у меня хватает, и ноутбук, и компьютер. А вот такой маленький планшет мне всегда нужен. Так что рисковать ещё раз с Microsoft уже не хочется. Ну, если уже буду брать, то я вам сказал, что обязательно, чтобы два USB, которые отвечали, вы могли, если одно полетит, то вы могли вторым и заряжать, и который идёт на систему. Не раздельные, не путайте. Есть раздельные, могут два стоять в microUSB, но они раздельные. Это не то всё. Ну, конечно, он дольше будет служить, понятно. Но это всё не то. Что такое раздельно, понимаете. Раздельно и зарядка идёт, и раздельно на систему. А нам надо выбирать, чтобы два, чтобы была и зарядка, и система. Чтобы два этих microUSB. Ну, я не знаю, возможно это или нет, конечно, но я вам рассказываю, что подбирать. И, конечно же, я раньше слышал, мне мало верилось, какой не возьмёте вы планшет, именно на Windows. Вот он первые две недели, когда вообще новый был, летал сумасшедший. На третью неделю он начал притормаживать. По-любому, как бы оно ни было, вот четыре ядра в нём и четыре оперативы, да. И будет в ноутбуке четыре ядра и оперативы. Ноутбук будет летать быстрее при таких же характеристиках. А компьютер, то вообще ещё быстрее будет летать. Это вы должны уяснить. Потому что всё равно, компьютер есть компьютер, ноутбук есть ноутбук. Компьютер всегда будет опережать ноутбук с такими же характеристиками в несколько раз, понимаете. И мне когда говорили, я говорю, так как может быть, ну, мне не верилось, как может быть, что планшет четыре ядра, четыре оперативы, новейший, и он будет влагать. Да, начинает он тупить. Как хочешь или не хочешь, он начинает тупить. Медленнее работает, зарубежная система виснет, потому что всё-таки оно микро, всё микро. Понимаете, от слова микро уже оно само о себе говорит. Недостаточно ему мощности, процессору и так далее. Ну, сейчас уже двадцать третий год, так что уже надо к этому относиться и более подробнее узнавайте о процессорах, тянут ли они, зависают они сейчас или нет. Это всё надо учитывать, чтобы потом не купить и, как говорится, выбросить его. Потому что более поздние версии, там, Samsung, Asus, ну, Samsung и сейчас, по-моему, они работают, ну, суперово. Вот эти версии, которые не эксклюзивные, а в большом, кажется, в больших распродажах. Они работают отлично, но поломался, быстро отремонтировал, ремонт копеечный и всё. А эксклюзивные взял, всё дорого, не каждый ремонтировал, да, по ремонту. На то время я бегал в все мастерские, только одна взялась. Вот этот ещё забыл сказать вариант, что не все берутся, не то, что не все, а одна мастерская из города. Я живу в крупном городе миллионник. Я тогда смотрел по Москве, по Питеру, во всех там ремонтируют мастерских много, а по Украине, ну, очень мало. Всё равно мы отстаём, по электронике получается. Так что, что есть, то есть. В общем, как говорится, намучился, я больше искал, чем ремонтировал в мастерскую и в Киев звонил. Уже хотел в Россию отправлять, тогда не было ничего, у нас никакого конфликта, но нашёл в своём городе всё-таки сделали. Но я же говорю, он лёг через полтора месяца, вернее, через месяц и всё. Ну, по характеристикам скажу вам сразу. Выбирайте, конечно, чтобы всегда был микрофон хороший, это в первую очередь. Камера редко бывает хорошая на планшетах, а микрофон, во-первых, всегда нужен. Камеру вы купили, прицепили, там, дали. Так что очень тяжело выбрать ноутбук или планшет, я не знаю почему, но дорогие, я вам сколько не спрашиваю. И ноутбуки, и планшеты, и камеры какие-то все дебильные. Простите за выражение, но все дебильные. Так что, настраивайтесь, чтобы был хороший, обязательно микрофон, сразу проверяйте при покупке, у вас 14 дней. Проверяйте микрофон, камеру, если вам всё это не подходит, то первые параметры, которые вы можете проверить. Ну а самое главное, вам надо узнать за процессор, почитать отзывы, почитать, что это за разработка, если вы уже берете новую аппаратуру, эксклюзивную, которая только вышла, любитель, допустим, вы, как я, всей этой техники. А обязательно почитайте их за процессор, как я, допустим, выбирал ноты, я почитал за процессор, да, AMOLED и дисплей только пошли, я всё это прочитал, и купил себе нотку 10, которая самая, Xiaomi Redmi Note 10, самая такая, бывает на то время распространённая, такой, 21-го у нас год. Вот примерно так и действуете. Вот смартфон, в котором действительно всё идеально, микрофон, камера, всё, ну, по его цене, всё отлично. Вот так вот вы и примерно действуете. То есть, а на этом всё, всё рассказываю от души, чтобы вы не попали на деньги, не попались, так как я, нервы ушли капитально, понимаете, что такое полгода ремонтировать и нервничать. На этом всё, друзья, буду рад, если напишите комментарии, всем пока, подписывайтесь на канал, я стараюсь делать ролики опознавательные, пишите, на какие темы вы хотели бы услышать видео, я стараюсь также на это реагировать и создавать на эти темы ролики. Всем пока, удачи всем, удачных всем покупок и всем хорошего дня. Да, и самое главное, мирного неба.